Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Лене Хэппи и о той реакции, которую вызвала премьера ее нашумевшего сериала «Слово в слово». Премьера состоялась вчера в 11 часов по местному времени, и первая серия была посвящена маме Гали из Америки. Ну что вам сказать? Давайте сначала по существу. Что это было? Я, например, не знал, к чему готовиться. Я думал, что, возможно, это будет какой-нибудь мультик, судя по заставке профессионально выполненной. Но ничего такого не было. На самом деле Лена просто сделала пародию на маму Галю, повторяя слово в слово разные фразы, которые когда-то в своих видео произносила мама Галя. Лена копировала интонацию мамы Гали, Лена посмеивалась, похихикивала, так как это якобы делает мама Галя. И все это протекало на фоне той самой профессионально выполненной заставки. Фразы, которые произносила Лена Хэппи, были выдернуты из контекста, то есть не было какой-то одной истории, а просто не связанные между собой фразы. Было там и про мальчика, про Кристофера, про него мы еще сейчас скажем в связи с Мариной Новой. Было там и про бункер, но все это было не связано. Реакция была неоднозначная. Большая часть зрителей не одобрила этот проект Лены Хэппи. По разным причинам. Кому-то не понравилось то, что Лена упомянула имя сына Марины Новой. Кто-то был просто в недоумении от того, что это было. О чем Лена вообще говорит? Что за кривляние? И откуда столько свободного времени? Потому что, когда пошли первые комментарии, Лена сразу же отвечала на них и ставила лайки. А это было посреди рабочего дня. То есть, либо Лена снова сидит на работе с телефоном в руке, хотя нам вроде она рассказывала, что как только Лена заступает на работу, она отключает звук на телефоне и оставляет этот злосчастный телефон в какой-то глубокой сумке, до которой она не может дотянуться и Селин до нее не может дозвониться. Либо Лена снова не работает, а нам вроде сказала, что ее перевели теперь на полный рабочий день, на 8 часов в день. Что-то странное там творится в квартирке под Майами, потому что у Лены действительно очень много свободного времени. Для того, чтобы сидеть и начитывать эти тексты, сначала же нужно прослушать маму Галю, заучить эти фразы. Потом нужно договориться с кем-то, с профессионалами, которые бы сделали ей заставку. В общем, что-то там неладное творится. Может быть, Лена действительно снова не работает. Но, возвращаясь к реакции зрителей, о том, как отреагировала Марина Нова и Люда Флорида Ялта, я скажу сейчас отдельно. Относительно же реакции простых зрителей, я бы тут не согласился с теми обзорщиками и с теми комментаторами, которые утверждают, что проект Лены полностью остался без поддержки, и зрители его не поддержали. Это не совсем так. Среди комментирующих есть люди, которые полностью одобряют начинание Лены Хэппи. Им очень понравилась эта первая серия про маму Галю. Я не уверен, понравился ли им сам жанр, сама подача Лены Хэппи, или же они все-таки дружат против мамы Гали. Потому что есть зрители, которым неприятно мама Галя. Ну, не нравится она им и все. Их от мамы Гали воротит. Поэтому они часами бы слушали насмешки над мамой Галей. И, видимо, изначально все так и было задумано. Внутренняя разведка доложила Лене, что на маму Галю многие имеют зуб. Ты вот запиши такое видео, но, повторяясь слово в слово, не к чему будет подкопаться. И тогда мы все посмеемся. А, возможно, это была собственная инициатива Лены Хэппи. Ну, тогда действительно у Лены Хэппи очень много свободного времени. Даже надо такое придумать. Потом все это записать. Все это выложить. Короче, если говорить литературным языком, то мне кажется, что Лена в настоящий момент переживает кризис жанра. Самый настоящий кризис жанра. Она попробовала развлекать нас походами в супермаркет, примерками, готовкой. Но все это не сработало. Сама Лена чуть без штанов не осталась от этих покупок. В конечном итоге она поняла, что нужно сесть и подумать, как вот так продолжать работать на Ютубе, чтобы и себя не показывать, и про Селима ничего не рассказывать, вообще ничего о себе не рассказывать и не показывать, и в то же время, чтобы был успех. И вот Лена придумала такой жанр. Комедийный, сатирический. Посмотрим, пойдет, не пойдет, потому что на очереди у нас Люда, Флорида, Ялта. Сегодня будет вторая серия. А я все-таки, наверное, со своей стороны позволю себе дать Лене совет. Меня, правда, никто не спрашивал, но я на правах обзорчика позволю себе такую наглость. Так вот, я бы порекомендовал Лене начать выпускать видео на английском языке. Я позволил себе без спроса показать своим американским друзьям, парочке знакомых, небольшой отрывок из одного из стримов Лены Хэппи. Это отрывок, где она тычет камерой в почтальоншу, рассказывает ей о том, что зрители не верят ей, думают, что у нее где-то под кроватью прячется мужик. В общем, показал этот пассаж своим знакомым, не называя имен, ничего не рассказывая про персонаж Лены Хэппи. Я включил им видео, и реакция их, конечно, была не совсем адекватная. Просматривая видео, они все время на меня оборачивались и вопрошали, зачем она отвлекает почтальона от работы? Неужели она не видит, что почтальону неинтересна ее история? Неужели она не видит, Лена, что почтальонша пытается вырваться, убежать? Ей не хочется ничего этого слушать. Ну зачем она отвлекает почтальона от работы? Ну почтальону это неинтересно! Бедные американцы все испереживались за почтальона, чуть с ума не сошли, наблюдая за этим остросюжетным фильмом. Короче, что я хочу сказать? Лене нужно выпускать видео на английском языке. Американцам она, в принципе, понятна, заодно не будет и негативных комментариев, потому что поклонницы Лены Хэппи часто говорят, что все беды Лены от этих постсоветских теток, которые вместо того, чтобы сидеть на лавке у подъезда, сидят теперь в интернете, и что-то там пишут, строчат, эти хейтерки. В общем, короче говоря, вот будет хороший эксперимент, если Лена перейдет на английский язык, она сможет как раз-таки протестировать, будут ли негативные комментарии на английском языке или нет. Ну, это вот такой небольшой совет. А я сейчас перехожу как раз-таки к реакции Марины Новой, дочери мамы Гали из Америки. Марина сразу же после премьеры вышла в прямой эфир, спокойная как удав, и заявила, что у нее свои проблемы, и у нее нет ни сил, ни времени для того, чтобы заниматься сейчас Леной Хэппи. Жаловаться бесполезно. Если бы так легко было жаловаться, уже бы давно всех прикрыли. А так, строчишь эти жалобы, а все бестолку, Ютуб не реагирует. И вообще у Марины свои проблемы, ей некуда девать Кристофера. Мама уезжает, будет жить под Майами, где-то, наверное, будет соседкой Лены Хэппи, это я уже от себя добавляю. И Марине теперь некуда девать Кристофера по утрам, потому что школа открывается в 8.30, а Марине надо начинать свой рабочий день намного раньше, поэтому она к 7.15 будет привозить Кристофера в школу, и он там где-то будет болтаться до 8.30, ожидая, пока двери школы снова откроются, и его пустят внутрь здания. Эта душесчипательная история напомнила мне чем-то историю сестры Жана Вальжана из Отверженных Юго. Я недавно перечитал, так вот, у Жана Вальжана сестра, многодетная мать, из-за этого многодетного семейства он и загремел в тюрьму, попал на каторгу, да, он пошел за хлебом, потому что дети пухли с голоду, булочная была закрыта, он разбил окно и украл буханку хлеба. Его арестовали, отправили на каторжные работы, сестра осталась без источника дохода, потому что содержал их как раз-таки дядя Жан Вальжан, и она решила что-то предпринять. Куда-то дело детей, об этом история умалчивает, оставила только одного мальчика и переехала в Париж, решила делать карьеру. Устроилась в типографию, прямо Лена Хэппи тоже была копировщицей, наверное, копировальщицей, и все бы ничего, но у женщины возникла та же проблема, что и у Марины Новой. Некуда по утрам девать мальчика. В типографию нужно заступать рано, поэтому она привозила мальчика под дверь в школу в 6 часов утра, оставляла его там одного, он сидел на ступеньках, зимой было очень холодно, темно, но мальчик терпеливо ждал, пока кто-нибудь придет, откроет двери школы и запустит его в здание. То есть, время летит, но ничего не меняется в этом бренном мире. Бедные женщины, оставшиеся одни, продолжают мучиться и решать сами свои проблемы, будь то в постреволюционном Париже или в благословенной Флориде в 2023 году. Ничего в этом мире не меняется. Как бы нам не хотелось думать, что мы живем лучше, что мы живем веселее. Ну ладно, мы с вами отвлеклись, это было небольшое лирическое отступление, вернемся к реакции Марины Новой. Хэппи обкакалась, сказала Марина Нова. Какой смысл выносить свой яд? Подписчиков маме только прибавит, потому что где Лена, а где мама Галя? У Лены много подписчиков. Лена именитый блогер, а мама Галя так, начинающий блогер. Лена делает ей рекламу. И чего она так обозлилась на эту маму Галю, вопрошает Марина Нова. Ведь она ж, Лена Хэппи, занялась буллингом. Она так боролась против хейтеров, так протестовала против буллинга, что сама стала первым буллингом на ютубовской деревне. До Марьяма Эдуарда ручонки не дотягиваются, так она взялась за маму Галю. Все-таки правые обзорщики, говорит Марина Нова. Она, бедолага, из-за того, что не может никуда сходить, из-за того, что она сидит в четырех стенах, двигаться уже не может, она сходит с ума. Она начинает записывать какую-то ерунду. Мстить? Не, мстить не буду, говорит Марина Нова. А какой смысл? Как ей мстить-то? Грузная, возрастная женщина. Была молодкой, когда приехала. А сейчас что? Двигаться не может. Единственная радость – жрать. Сидеть в четырех стенах и жрать, жрать и жрать. В общем, не до Лены сейчас Марине Новой. У нее свои проблемы. Опять же-таки Кристофер, опять же-таки отъезд мамы, опять же-таки личная жизнь, которая на нуле, но все-таки еще может воскреснуть. Еще есть надежда, еще теплится надежда. В общем, Марине сейчас самой до себя, и эта Лена ей, я так понимаю, по барабану. Вообще, получается, что Марина поступила великодушно и не стала раздувать проблему. Высказалась по поводу премьеры Лены Хэппи и Флорида Ялта. Тоже вышла в прямой эфир и, пожевывая тефтельки, закусывая их лучком и помидорками, сказала, что Лене нужно идти в психиатрическую лечебницу. Лене нужно лечиться, болезнь прогрессирует. Лена упала ниже плинтуса, срочно к врачу. Это признак больших проблем, с которыми Лене нужно начинать бороться уже сейчас. Шиза, говорит Лена Хэппи. Бесплатные психиатры в Америке. Лена, ты что, не знала? Все бесплатно, нужно позвонить по какому-то определенному номеру. Тебя под белые рученьки вылечат, и тебя вылечат, и меня вылечат. Всех нас с вами вылечат. Страшно уже становится от вида Лены Хэппи и от того, как она себя ведет. Вот такая реакция Люды Флориды Ялты. Но интересно, конечно же, будет послушать реакцию Люды после того, как выйдет вторая серия фильетона от Лены Хэппи. Серия, посвященная непосредственно Люде Флориды Ялты. Ну, поскольку мы уже видели первую серию, мы можем себе предположить, что будет и во второй. То есть наверняка Лена, опять же-таки, сделает нарезку фраз, который она будет повторять с интонацией Люды Флориды Ялты в расчете на то, что хейтеры Люды Флориды Ялты набегут к ней на канал и будут писать комментарии, будут Лену поддерживать. Я не знаю, какая будет реакция. Сам жанр, к которому обратилась Лена Хэппи, мне не близок. Вот эти вот пародии, зачитывание фраз слово в слово. Я понимаю, если бы Лена сделалась настоящей пародисткой, то есть нарядилась бы Людой Флориды Ялты, надела бы паричок, накрасила бы губежки и вышла с интонациями Люды Флориды Ялты, изобразила бы какую-нибудь сценку, какой-нибудь номер, подключила бы какого-нибудь Роберта, ну, фейкового Роберта, сделала бы какую-нибудь сценку, такую задорную. Я уверен, что даже Люда Флориды Ялты бы посмеялась. У нее есть чувство юмора, она бы посмеялась, и все на этом. То же самое касается мамы Гали. Нарядилась бы мамой Гали, села бы на диван на этот злосчастный, который у нее появился в превью, натянула бы улыбку Монализы, поджала бы губки и елейным голоском бы копировала маму Галю. Это было бы совсем другое. Это уже театральное представление. А так, зачитывать какие-то фразы, да еще и вырванные из контекста, то есть просто набор фраз. Это, знаете, не особо-то и интересно. А вообще, мне кажется, Лена ударилась вот в этот новый жанр, потому что она сейчас хочет сделать все возможное, чтобы отвлечь внимание от Селима. Документы поданы, идет разбирательство по их делу, и Лена хочет отстраниться от всего личного, чтобы не за что было зацепиться никому, чтобы никто не писал, чтобы никто не звонил, чтобы никто вообще не упоминал ни Селима, ни ее брак, ни в каком контексте. Для этого нужно создать переполох. Для этого нужно просто отстраниться от всего прошлого контента и начинать пилить что-то новое, не похожее на то, что было раньше, граничащее с сумасшествием, с какими-то новыми заскоками. Люди обвиняют Лену Хэппи в том, что она потихонечку сходит с ума, что ей нужно срочно обращаться к врачу, это не первый раз ей уже рекомендуют, и не первый раз ей пророчат какие-то таблетки, а мне кажется, Лене это и надо. Ей нужно отвести наше внимание, вывести нас совсем в другую плоскость, чтобы все говорили о каких-то болезнях, болячках, таблетках, и Лена опять же таки чувствовала бы себя жертвой из-за всех этих нападок. А на самом деле Лена все просчитала. Она хочет нас заткнуть таким образом, она хочет отвлечь наше внимание, она хочет, чтобы мы больше не вспоминали о существовании Селима, Родни и Ижи с ними, чтобы мы просто переключились. Мы Лене советуем перезагрузку, перезагрузиться, начать все с новыми силами, а Лена пытается нам с вами устроить ресет, нас перезагрузить, чтобы мы забыли все, что было там, и концентрировались бы на новом контенте, чтобы набежали поклонницы мамы Галли и стали ругаться на Лену Хэппи, те, кому мама Галли стала поперек горла, а их тоже много, прибежали бы и заступались бы за Лену Хэппи. И вот вам, пожалуйста, новый конфликт, новые разборки, то, что нужно. И не слово о Селиме. Селима не существует пока что. Он, конечно, всплывет, но пока еще не время. Такое складывается у меня впечатление. Так или иначе, мы все равно будем продолжать следить за развитием событий на канале у Лены Хэппи все это активно обсуждать и комментировать. Не знаю, что вы думаете по всему вышесказанному, по всему, что происходит сейчас на канале у Лены Хэппи. Пожалуйста, пишите, делитесь. Я с превеликим удовольствием читаю все ваши комментарии. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя, ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.